Девушки отдыхают 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 конечно разумеется что-то как-то подозрительно тихо это прислужники не команда что они делают с рудником нет времени выяснять проклятие на этих людишек они посмели вмешаться в дела нашего повелителя это что имба блин на бесконечном расстоянии кушать здоровье не кролит блин сраный убил мою квартирку нет не позволю кому-либо сдохнуть здесь мы рестартуем все я благо засеялся загрузки охренеть толки загрузилась я позабочусь об этом так в этот раз поаккуратнее я посмотрю мы знаем что нас что-то ждет что-то неприятное звучит неплохо блин главное жители бегают видеть что тут что-то не так конечно не так даже разуме смотрите это прислужники не команда что они делают с рудником нет времени выяснять в атаку проклятие на этих людишек они посмели вмешаться в дела нашего повелителя не только себе он имбовый а Всем ману повыжигал, всех в жизнь высосал И главное его не берет как андеда Блин, они вообще все они андеды Круто Так, надо поскорее избавиться здесь от послушников А то блин, сидят в моем будущем руднике, золото качают оттуда Проклятые твари, проклятые твари Замоеваться Конечно Доверять можно только людям Это забавно Все Отличный план Воу, воу, воу Хотя бы 9500 осталось На том спасибо Ха, нам вернули золото, которое там было, воу Разобьем лагерь здесь Пока вокруг шныряют прислужники некроманта Я не пойду внутрь без подкрепления Я тоже Полностью с тобой согласна Так, захватить контроль над ним за ворот андарала Ага Свет дает мне силу Где враг? Рудник принесла золото, которое вы можете использовать на покупку предметов или воскрешение героев Ага Вы можете покупать и продавать предметы в волшебном хранилище Я могу помочь Не нужно плавиться Короче, нас лишили контроля Это что-то типа точки захваченные Из нее потихоньку Деньга капает Так, хроники андарал Деньга еще одна Так Все меньше хроник В следующей главе уже будет три записи, да? Все прям четко по канону расписано Короче, андарал один из крупнейших городов северного лордерона и главный сельскохозяйственный распределительный пункт восточного леса Андаральские торговцы поставляют зерно через королевский тракт и по ближайшей реке в другие города королевство Эта инфраструктура является предметом зависти других человеческих королевств После войн троллей Ну да Многие люди оратора Поселились на этих плодородных землях Когда-то они принадлежали троллям племени Амани И в итоге этот регион все равно стал принадлежать лордерону Так, а что нам надо сделать вообще? Заходить в контроль над немец ворот Андарала Ну, не ворота, наверное, врат правильный будет сказать Отсказывающие базы автоматически направляются на завоеваемую контрольную точку ворот Андарала До тех пор, пока резерв солдат не будет исчерпан Ну вот как Это что такое? Что за флажок? Что будет, когда сотка на карте? Уничтожьте северные проклятые и южные проклятые Уничтожьте проклятые рудники Чтобы ослабить культистов и получить дополнительное золото для солдат для армии Свет дает мне силу Слушайте, вот это уже поинтереснее будет, на самом деле Весьма неожиданный переход Я не ожидал, что так поменяется миссия Вот вообще, учитывая первые три главы, что они относительно невеселые, скажем так, были даже скорее скучноватые Чтобы обычные фанатики возвели такое Смерть всем живым Офигеть на меня, конечно, мощное высасывание жизни Это же бесит, что все это не нежить Ага, они тоже нападают Прикольно Э, конечно, круто, что у нас столько золота, все дела А вот куда его тратить, кроме предметов-то, а? Дядя, я служу свету За моего отца Мне бы здесь пара мортир пригодилась бы, иначе я этого руль上面 буду копырять Ааааааа, жуть, что это за кринжойшая озвучка Откуда она? Какой еще нахер некраситет, твой блин Что это? Зачем она вообще существует, эта озвучка? Зачем её сюда набавили? Не нужна! Всё. За честь и отвагу! Деньги, деньги, либо деньги. О, на правой кнопке я сделала. За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. Не нужно кланяться. Какой у тебя план? Это для Джайна. Всё, пошла мана, пошёл реген. За честь и отвагу! Теперь я действительно... Где враг? Конечно. Так, соизники. О, хотя улучшение с прошлой главы сохранилось. Не нужно кланяться. Свет даёт мне силы. Наверное, количество солдат прибавилось с каким-то образом. Пишут, ваш лагер должен уцелеть. А каким образом ему не уцелеть тут, если всё неуязвимое? Либо невыделяемое. Они получат по заслугу. За моего отца. Отличный план. Так. Наверное, всё-таки надо на помощь прийти, а то этот ораж за некраситет опять скажет. Он сбил пятого уровня с бешенством своим нечестивым. Жесть, чё происходит, а? Не покрепится толком ничего. Я служу свету. Разумеется. Шалкий глупец. Блин. А какой толк не от его... С ПЛА сейчас, если... От его благодати, да? Если он сейчас... Не способен... Ни в кого его и зануть. Я служу свету. Разумеется. Твоё имя православие. Да. Свет даёт мне силу. Даже в себя. Вот это, кстати, тупое решение, наверное. Я понимаю, знаешь, что немного нелогично, что некроманты как бы нежить, все эти культисты типа нежить, но не нежить. Но в благодати, что тогда, что сейчас бы был смысл. Тогда точно он был. Сейчас бы тем более был, учитывая, что ты не контролируешь войска, тебе хилить особо нечего, у тебя из резервов просто они восстанавливаются периодически. Вот. А так выходит, что как бы... Отличный план. У меня есть свет небес, и что я могу сделать? Да ничего, даже нежити толком нет, на которую это можно прожать. А если есть какая-то нежить, то в неё это смешно... Здорово, Марвин. В неё это смешно жать. Конечно. Не нужно кланяться. Спасибо, что... Подсказали мне об этом. За честь и отвагу! Теперь я действительно... Я бы не догадался ни за что. На, кстати, постой. Не мешай мне думать. Немного регена надо. Разумеется. Отличный план. Какой у тебя план? Где враг? За честь и отвагу! Сейчас с следующим отрядом пойдём. Тут как раз... И Марвин! Блин, даже послушники берутся, а! Насколько всё у них жёстко! Теперь я действительно... Свет даёт мне силу. Разумеется. Так, ладненько. Отличный план. Отличный план. За честь и отвагу! Разумеется. Скелеты. Уничтожить их немедленно. Убейте мага с подсвечником на западном захоронении. С каким ещё нахер подсвечником? Что это за дичь? Отличный план. Поздно просить пощадки. Свет даёт мне силу. Минус. За честь и отвагу! Ой, Марвин, зря ты туда полез. Я предвестник вашей погибели. АХАХАХАХАХАХАХА! С этой озвучки плакать хочется! За что?! Это врили Форж Natи! Назад Походу назад не удастся отойти Что-то дед, здраца Что, ты подыхаешь вообще или как? Я могу помочь Я позабоюсь о тебе Где рады? Не мешай мне думать, какой у тебя хранит Я служу свет Смешно льду с ним Я понял Значит эти скелеты Подсвечники Блин, новеньких призывают И они уже здесь тут как тут А вот они Никого не убивали Где рады? Свет дает мне силу Ладно, ребята, вы там сами разберетесь Я убью этого Макс подсвечником Разумеется Я посвященный Не хватает мамы По имя права Ой, Артасу бы похиляться где-нибудь, а? Свет дает мне силу Конечно Конечно Готово Готово Отличный Я служу светом Жалкий глупец Не нужно Хватиться Я могу помочь Теперь я действительно Это забавно Не хватает мамы Свет дает мне силу Разумеется Конечно Во имя права Не фига себе, прокачали себе Участивую силу Во имя права 120, а? За честь и отвагу Не нужно хватиться Отличный план Где враг? Я могу помочь Вещина моих элементалей Из-за эту вещь Это долгая Жуткая Проклятые некрозы Свету Твоё имя права Не нужно клавить Давай, Марвин Мочи Я в тебя верю Жди Утр скоро прибудет Перепутал с другой бесей Отличный план Не хватает мамы Где она? Разумеется Теперь я действительно Офигеть Я заход и контрольную точку Не обонял нахожение На душу свою вину Не считая призванных существ Урод Он меня застанел Конечно Свет дает мне силу Не нужно махать Господь Господь Гарту Свет Офигеть Вот единственное Что золото Можно тратить Фактически Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Это неправильно, кстати. У тебя два героя погибнут, а ты минуты-две ни хера делать не будешь. Тут уже плохо проработанный момент, на самом деле. Да блин, а. Давай, давай, давай. Опа. Что-то там крутиться начало. Блин, а что так долго захватывает, а? Мне надо несколько войск, чтобы находилось. Тогда больше будет отниматься. О, поехала. Пошло. Все? Ты станешь частью пульта, живым или мертвым. Во имя проклятых. Как же... Как же ужасная озвучка. Помогите. Зачем тогда дом пробивать, скажите? И так же, Форжет его пробил. Я надеюсь, что другие задачи не отменятся, если мы захватим Здесь как бы мост, и только потом двинемся уже сюда Хотя бы с одной стороны, чтобы атаки эти прекратились до того, как мы потеряем все буквально Так, так, так Очень хорошо Ну все, готовы ворота западные О, так их еще на нашу сторону надо перехватить И в чем смысл вот этого стояния Блин, казалось бы, интересная и уникальная, ну ладно, не такая уникальная, но прикольная новая идея Это говяна ее реализовали Тут же устуть реально можно Зачем так? Молодец Это такая тупость только стоять тут, а Надо сделать было побыстрее захват Ну хотя бы на втором этапе А сейчас она вообще встала А в чем смысл? Вот захватили, они все равно выходят Во имя правосудия Отличный план Есть Разумеется Не-не-не-не-не, так не пойдет, не пойдет Включается, я это все должен сделать ДО Какая тупость Ладно, придется делать, что еще делать-то Терема, как видно, захват очень долгий Если мы уберем оттуда героев Хотя можем даже своих поубивать Это забавно Я служу свету Разумеется Свет дает мне силу Теперь я действительно сон Сорян, фаврик Боили апрелок Так, ну надо, чтобы Преимущество было восстановлено А я пошел гулять Времени у нас, благо, дофигища Как оказалось О, найс Давайте всей толпой на Артаса его войска нападать, а? А не друг на друга Они получат по заслугам И я служу свету По имя права За моего отца Где враг? Отличный план За честь и отвагу Блин, какой прок мне От стого количества голды В этой голове, а? В чем вот задумка была? Что я свитками закуплю, что ли? Где враг? Или что? Не понимаю нифига Крутой вид А на что смотрим-то? Здесь ничего же не видно У мурваков не один звук есть Здесь пять мурваков ушло Все одну и ту же фразу произнесли Конечно За честь и отвагу Свет дает мне силу Отличный план Я могу помочь Я служу свету Так, рудник, рудник За честь и отвагу Рудничок Разумеется Кстати Они обратно себе Привичество еще возвращают Офигеть То есть Можно сказать Все по новой Сначала надо убить Этого ураца А теперь можно и всех остальных Хорош пахать на благо человечества Свет дает мне силу Свет дает мне силу Не лишай не был Теперь я действительно Глупец После допросить по счету Замоеваться Хорошо Где враг? Че, умудряется, нас зад оттеснять. Интересно, интересно. Ну ладно, щас я выйду, но я просто не знаю. Я разберусь с этой толпой. Реально толпа. Они получат, пацаны. За честь и отвагу! Поздно просить початку. Разумеется. За моего отца! Конечно. Пошли. Новенькие выходят уже. Поздно просить початку. Твоё имя проводить. Отличный план. Я посвященный. Замедлили элементали, а? Давай, мачи, мачи. А чё у него 800 хп? У того же 600 вроде было, или мне показалось? Чё каждый раз подвисает, а? Не нужно кланяться. Свет даёт мне силу. Разумеется. За честь и отвагу! На нас напали! Всё. Отличный план. Доп-задание выполнили. Теперь я действительно... Твоё имя проводит. Теперь можно и погулять немного, а потом уже и помочь кому-нибудь. Конечно. Конечно. Правда, тут и гулять особо негде. Нифига они прорвались. Я служу свету. По имя православия. Я служу свету. По имя православия. Не нужно кланяться. Не нужно кланяться. Свет даёт мне силу. Боилые опти плюс пять. Хм. За честь и отвагу. Да, давай за место этого. Я служу свету. В шапки группят. Разумеется. Конечно. За моего отца. Отличный план. Так, чё продаёт в кублинской лавке? И чё ещё здесь есть? В основном я тут даже не знаю, чё ещё можно прочекать. Не спеши. Выбирай с ума. Свет даёт мне силу. Разумеется. О, хроники гоблины. Так. Гоблины. Маленькие, зелёные, жадные создания. В любви к деньгам, взрывам и технологиям делают их очень опасной расой как для врагов, так и для союзников. Большинство гоблинов соблюдает нейтралитет к обеим фракциям в пользу большего заработка на товарах и их услугах. Тем не менее, один из торговых принцев перестал придерживаться этой стратегии. Самый наглядный пример – картель «Хитрая шестерёнка», присоединившийся к Орде. Сердце народа гоблинов – остров Кизан, которым правит торговая коалиция, состоящая из пяти торговых принцев. Один без принципов, ни другого. У любого торгового принца есть личная армия, торговые флоты и обширные владения. Не, это всё, конечно, круто про гоблинов, но не рановато ли в рамках рефорта, то есть третьего Варкрафта, писать о присоединении гоблинов к Орде? Либо я что-то не знаю, либо они ещё не присоединились, потому что это всё было ведь по событиям катаклизма где-то там в прологе, нет? Ну, блин. Даже если посмотреть на оригинальную историю третьего Варкрафта, никаких гоблинов в Орде не было. Да, они фигурировали в отдельных эпизодах, но не как часть Орды вот вообще, а просто там пара квестов, лавка гоблинов, поболтать и всё в таком духе. Эээ, ну ладно. Блин, предметы, конечно, топ полезный. Так, у нас есть 130 солдат, которые готовы за надо сдраться. Все амбары пусты. Груз уже отправлен. Мы опоздали. Опа, опа, опа. Да начнётся призыв. Так, так, так. Какой-то секретный чумной котёл. Блин, чья идея вообще-то кринжово озвучит? Да не считаю, что я чумной котёл, чтобы отценить того призыва мёртвых. Свет даёт мне силу. Ни фига, восставший пехотинец. Вау. Крутая модель. Хе-хе-хе-хе. Слушаю. Я слушаю свету. Это забавно. Я слушаю свету. Я слушаю свету. Свет даёт мне силу. Я могу тому, но... К тебе... Замоеваться! Так, ну что, эти котёл... А, ну да, я его уничтожил. Больше никто не призывается. Мне смутили звуки бесконечные. Разумеется. Так... А куда ещё можно заглянуть? Ну, вроде, куда можно уже заглянули. Ну, только вот сюда разве что? Так, я, пожалуй, избавлюсь от этого оража призывателя, чтобы он не мешался тут. Не нужно клавиться. Твоё имя правосудие. За моего отца! Свет даёт мне силу. Не нужно клавиться. Я служу свету. За моего отца! Порт назначить площадку! Так... Хорошо. От него избавились. Конечно. Теперь аккуратно сюда идём. Так, ну все задачки выполнили. Правда, вот чё мне с этого непонятно. Я за всю главу, в принципе, ничего полезного не получил. Единственное, только когти плюс 5 я выбил. И... Ногу верта. Которую можно продать. Но куда её девать? Я не знаю. Ну, туфли ловкости ещё, да. Но вот что-то принципиально полезного нет. Так что я как-то не врубаюсь особо. Ну, чё-то оранжевый жгут. Я служу свету. Сапоги, скороходы. Я могу помочь. Кстати, почти пятый левел прокачал. Нормалёк, нормалёк. Свет даёт мне силу. Конечно. Они получат по заслугам. Не нужно кладиться. Теперь я действительно там. Ну, всё, сейчас будет крутой элементарь у Джайны. Ну, кстати, они и лагерь, в теории, будут захватить. Правда, без героя это практически невозможно. Да и с героем это практически невозможно. А, блин, нас два героя здесь как бы тусовались, и им было тяжело. Без войск. Ну, уже вторая атака. Ладно, учтём. Долго задерживаться тут не стоит. Теперь я действительно там. Разумеется. Разумеется. За честь и отвагу. Так, ага. Конечно, каменные големы. Где брат? Какой тебя план? Я служу свету. Отличный план. Не нужно кладиться. Свет даёт мне силу. Разумеется. Какой у тебя план? По имя правосудия. Я несу исцеление. Где брат? Я служу свету. По имя правосудия. Поздно уже фолиант опыта получать. Конечно. За моего отца! Павкатихондрия. Не нужно кладиться. Не нужно кладиться. По имя правосудия. Можете покупать и продавать принятую лаву в Киттихондрия. Да блин, почему одни расходники продаются? Дурацкие. За честь и отвагу! Ладно. Не нужно кладиться. За хозяина. Невзкие отрони. Где брат? Я могу помочь? Я служу свету. Цвет даёт мне силу. Теперь, пожалуй, позабавимся. я вроде как все области смотрел крайней мере то что можно увидеть по именем амаду конечно не нужно планиц за честь и отвагу в кого вы экзорцизм кидаете отличный план отличный план крутится вертится шарманка наша не нужно свет дает мне силу Так, солители, туда все. Давайте, больше войск сюда, быстрее будет захват. Нам же это в плюс. Мне казалось, что это, типа, здание горит, но оно не горит. Короче, сюда перенесли механику захвата точек. Не знаю, с какой конкретной этой игры, но... Да, бывают такие игры, карты или... Ну, в общем, такая механика, типа, заходишь в точку, стоишь в ней, и она захватывается, типа. Через какое-то время она переходит под твой контроль и какие-то бонусы себе приносит. Соответственно, враг тоже может прийти к этой точке и захватить ее, отвоевать там, или еще в таком духе. Вот здесь так сделано. Ну, не знаю, долго как-то это слишком. Этот момент можно было искорить, хотя, как видите, 12 юнитов. И так неплохо, в принципе. Ну все, сосиська наша. Дело сделано. Кажется, зачищено. А что дальше-то? Да жители, как ни в чем не бывало, там стоят. Так что-то решения не виноватся. Смотрите, конечно. Что ты там пормочешь про себя, Келтузет? Что? Что ты несешь? И вообще, кто ты такой? Увы, я не могу остаться с вами. Меня ждут дела. Пришел, ушел, блин. Ладно, в прошлый раз они его встретили, было логично. А тут он пришел, эй, ребята, вам тут делать нечего. До свидания. И, знав культистов из Андерала, Артас, Жайна и их верные спутники отправились на поиски Келтузета на ближайшем кладбище Холме Печали. Неожиданно. Просто вывод текстом. Так, ну что ж, ладненько. Так, а задание мы получаем? А, ну да. Ну что ж, время поискать Келтузадницу. 5000 золота. Вот на кой мне хрен это 5000? Она даже в следующую главу не перенесется. Так, ну вроде дуще-то не вселяется. Я посмотрю. Конечно. Обощное заявление. Отличное главное. Конечно. Разумеется. Что прикалит. Хм, какие звучи-то в изгнании, блин. За честь и отвагу! Еще призраки. Что дальше кончится? Это мука! Разумеется. Обощное зелье маны. За честь и отвагу! Окей. Конечно. Разумеется. Конечно. Отличный план. Я не пушал. Сгорит в огне! Свет дает мне силу. За честь и отвагу! Отличный план. Нажогом, а? Интересно. Разумеется. По любому поводу ману сжечь надо. Конечно. Конечно. За честь и отвагу! Разумеется. Отличный план. Так, 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 так. За честь и отвагу! Вот, походу, и келтузат. Отличный план. И постбаттл с ним, видимо, будет. Разумеется. Уже чую я его. Конечно. Хехехехехе. Че-то чует, в принципе, он намекает нам. Мертвая земля и куча... Этих... Разумеется. ...костей. Килтузат восьмой, блин, и куча хп, а вы, блин, прикалываетесь, что ли? Я могу устранять заражённое зерно, но идея принадлежит не мне. О чём это он? Я служу Молганусу. Его горающая плеть очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли? От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Страдхольм. У меня нет времени. Гори в огне. Нет времени? Чё, чё, это не в тему вообще ставлю, да? Отличный план. Чё, тузат, вот, гори, блин. Нафига эти дебильные диалоги, а? Как будто он дурачок какой-то, я не знаю. Не в его это стиле. Гори в огне. Говорить. Просто снизь ничего. Уворачивай, ты слышишь огня с веры, пока от келта зада не кончится мана. Да тут попробуй увернуться от них. Такой толпой. Разумеется. Не нужно тваняться. Твоё имя право. Я служу свету. За честь и отвагу. Отличный план. Вау. За честь и отвагу. А вот так нельзя просто? Конечно. Размечтался. Получай. Звучит неплохо. Свет даёт мне силу. Какой у тебя класс? За честь и отвагу. Разумеется. Разумеется. Идём. Конечно же. Надо бить хиллера. Хилляй-то его запарил, а. Уууу. Нише не давать. Нам нужно торопиться. Не нужно славиться. Не нужно славиться. Ууу. Свет даёт мне силу. Артас. Артас. Ты чего? Я могу помочь. Гори в огне. Начинается. За честь и отвагу. Разумеется. Многовато огонь скверный наносит. Ну-ка проверим теорию. Куда стрелять? Нет. Сделаю. Я служу свету. Разумеется. Я думал, чисто по героям он целится. Но в рандомного юнита. Да блин, а. От него тяжело уклониться. Человечеслав опасности. Разумеется. Разумеется. Конечно. Я посмотрю. Свет даёт мне силу. Мощная руна. Вот скричили. На кое хрена мне сдавать? Качай. Опять что ли? Марта сама накончилась. Марта сама накончилась. Разумеется. Все, хороших оставайтесь. Сколько у тебя бана, блин, там, на все это дело. Разумеется. Это забавно. Где рано? Конечно. Да сколько он слишком часто он это юзает? А, руна возрождения? Больше руна воскрешения, не? Что за херня? Свет даёт мне силу. Свет даёт мне силу. Уже в пути. За честь и отвагу. Отличный план. Где враг? Я служу свету. Нам нужно... Свет даёт мне силу. Разумеется. Конечно. Отличный план. Конечно. Получай. За честь и отвагу. Конечно. Где враг? Ненавижу, не луссовывается. По имя правосудия. Какой у тебя план? Не лужа. Во. Свет даёт мне силу. Велкам. Бэк. Я служу свету. По имя правосудия. Есть. Есть. София. До свидания. Это было не слишком grave. До свидания. Продолжение следует... Моя смерть ничего не изменит в целом, теперь, когда покорение этих земель началось. Мостельдонис предпочел остаться в Андералье и посвятить себя очищению этих земель от чумы. Спустя пару дней Артас и Джайна вместе со своими спутниками отправились на север в погоне за повелителем ужаса Молганиса. И к чему это вообще вставлено было, мол, смотрите, этот дворф принес себя в жертву, он герой. Я вообще насрать на него, если честно. Эм, ладно, чё... Ещё одна глава позади, как бы... Здесь уже куда более разнообразно на механике, интересно. Прикольно, но, блин... Как бы, кажется, о, чё-то новое, интересное, но слишком затянуто всё. Бой-то уже скилл-то задам поставлен так, что ты от этой фигни, ну, в принципе, не уклонишься особо. У тебя кто-то да сдохнет, скорее всего. Он её очень много применяет, очень много. Да и как для некроманта, он даже нежити маловато призывает. Я не знаю, у него какая-то сила не та... Скверна вообще, у него скверны много. Откуда? Это некромант, должна быть тёмная магия всякая, там, с некромантией, опять же, с тёмной магией связана. Не знаю, стрелы тьмы туда-сюда. Вот это всё, а не этот огненный дождь его... Скверный дождь! У всех скверно вообще откуда-то, как будто они слуги Плывающего Легиона. Это, блин, по демонической части они некроманты. Что это за фигня? Я бы понял, если, допустим, у него был какой-нибудь перс смерти, да? Можно ещё понять такое, что магическое, тёмное. А здесь выходит, они просто взяли демоническую магию и используют её. Это, не знаю, это странно. Да и, если честно, немного поэпичнее смотрелось в сравнении с оригиналом. Там он в куче поганища кружён. Он, как бы, да, можно просто через бабу пройти, его благодатьями заспамить. Всё, готово. Но, тем не менее, солиднее как-то охрана смотрелось. Пара мелких скелетов. И, кстати, одно единственное поганище за четыре головы мы увидели. Предыдущий, вот. И всё. Я не знаю, автор решил отказаться от поганищения жителей. Что ещё, что в этом духе непонятно. Тем не менее, у нас остаётся ещё пятая глава. Я надеюсь, там не в духе продержитесь 30 минут, может, что-то новое придумали. Хотя, не знаю. Если автор не сильно от оригинала отходил там. Ну, тут видно, что уже четвёртая глава, это прям очень сильное отхождение от оригинала. Очень далеко уже ушёл. Прям вот край, можно сказать. Ещё чуть-чуть, это будет не Warcraft 3. Буквально. Тут уже своим лором дополняет. Хотя, я не знаю, действительно ли были такие вот персонажи, как Даргау, например, или Тель Данис, или как там его эльф этот. Понятно, что Фаурик и Марвин, они были, само собой, несомненно. Но вот насчёт остальных полугероев не очень понятно. Можете, кстати, написать в комментах, мне и самое интересное. Я всё-таки об этом не знаю. Ладно. Нас ждёт пятая глава, поэтому ждите скоро. На сегодня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в себя, оставляйте комментарии. Ещё увидимся. Всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова